ФЕЛИКС По разным версиям имя Феликс или латинского, или древнеримского происхождения. По главной версии произошло от латинского слова ФЕЛИКС. Перевод этого слова звучит по-разному. В зависимости от версии его трактуют как благополучный, благоприятный, удачный или счастливый. Мужское имя ФЕЛИКС сегодня крайне редко встречается как в европейских государствах, так и в Российской Федерации. Но зато имеет значимость, способную по мнению специалистов наделить названного им ребенка огромным и весьма интересным перечнем характеристик. Сейчас имя ФЕЛИКС не слишком распространено и давно выпало из сотни. Приходится не более чем на пять мальчиков из десяти тысяч новорожденных. Значение и энергетика имени ФЕЛИКС Значение имени ФЕЛИКС может сулить носителю целый букет уникальных характеристик и очень необычный характер. Но есть и мнение, что носителям этого имени гарантированно присущи такие черты характера, как самодостаточность, самоуверенность, настойчивость, навязчивость, эгоистичность, свободолюбие, решительность, настырность и напористость. В то же время стоит отметить и то, что ФЕЛИКСы в своем большинстве являются очень необычными людьми. С одной стороны, у них у всех имеются лидерские задатки, но с другой – истинными лидерами они быть не желают. Самая положительная черта всех носителей имени ФЕЛИКС заключается в их способности принимать на лету решения, на которые не отваживается никто другой. Плюс это в своем большинстве люди слова, всегда сдерживающие свои обещания. ФЕЛИКС плохо относится к людям без собственного мнения, к мнительным, стеснительным, нерешительным и неуверенным в себе. Ненавидит лгунов и слабаков. Астрологическая символика имени ФЕЛИКС Камень-талисман – алмаз. Планета-покровитель – уран. Покровительствующая стихия – воздух. Животный символ – осетр. Растительный символ – кипарис. Лучший зодиак – водолей. Число ФЕЛИКСа – один. Счастливый день – среда. Идеальный сезон – зима. ФЕЛИКС в детстве С ранних лет – это редкое имя, мальчику сулит черты, ужиться с которыми непросто. ФЕЛИКС постоянно приносит немало проблем родителям. В нем бушует активность, энергичность, предвзятость, бескомпромиссность и самолюбие. Он не принимает чужих мнений, игнорирует родительские наставления, спорит при малейшей возможности, пытаясь всем доказать собственную правоту. И даже когда явно неправ, все равно пытается навязать свое мнение. Результат такого поведения сказывается на отношениях и с родителями, и со сверстниками, и всеми окружающими его людьми. Дети избегают общения с ним лишь по той причине, что он не оставляет попыток стать лидером, что приводит к грубости и к обидам. А взрослые игнорируют его, ибо спорить с ребенком никто не хочет. ФЕЛИКС ПОДРОСТОК Феликс-подросток – это очень эмоциональный и не сдержанный ребенок. С таким трудно общаться на серьезные темы, да и критиковать его не стоит, ведь он на все реагирует слишком эмоционально и бурно. Подростковый возраст станет причиной еще больших родительских разочарований, что неудивительно. И в этом вина воздействия не только имени. В целом, в нем есть способность учиться и вникать во все, что касается учебы, но не от терпеливости. Любое дело делает слишком быстро, в спешке, желая максимально скоро достичь положительного для себя результата. И в этой спешке совершает много ошибок. Еще и поверхностность мешает добиваться успеха. Зато преподавателям будет нравиться его напористость. Смелость – еще одно достоинство нареченного этим именем парня. Он не боится принимать серьезные решения, готов в любой момент взять на себя ответственность за что-либо важное. И не боится преград, что позволяет ему достигать поставленной цели. Да и лени в нем нет. Труд и движение – это то, ради чего он живет и чем питается. В браке Феликс – обаятельный и привлекательный мужчина. Но в молодости он довольно легкомысленно относится к прекрасному полу, часто меняя пассии. Он выбирает ярких и эффектных девушек с прекрасным чувством юмора. Но длительными такие романы не назовешь. Однако это продолжается лишь до того волшебного момента, когда он встретит свою настоящую любовь. Только тогда он поймет, что любовь – это прекрасное чувство. Феликс научится быть сентиментальным, романтичным и даже услужливым. Женится Феликс в уже достаточно зрелом возрасте и только по настоящей, искренней и большой любви. Его брак – поздний, но счастливый и крепкий. У супруги должны быть красивая внешность и легкий характер. Женитьба для Феликса очень важное и непростое решение. Поэтому его предложение руки и сердца – это самое главное доказательство его верности и серьезности намерений по отношению к девушке. Супруга для Феликса должна быть подругой, помощницей и соратницей. Замечательно, если она будет разделять интересы мужа и восхищаться его достоинствами. Очень важную роль в семейных отношениях с Феликсом будет играть секс. Очень важно, чтобы жена могла обеспечить ему полное удовлетворение. В семейных отношениях Феликс считает себя лидером, но с мнением супруги все же считается. Феликс как отец У Феликса очень интересный и неоднозначный характер. Вспомнив о его детских проблемах с родителями, можно предположить, что в воспитательном процессе своих детей он постарается исправить родительские и собственные ошибки в поведении. Он не станет идти на конфликт с детьми, а постарается их понять и помочь поступить правильно. Для него крайне важна тема отцов и детей, ведь со своими родителями он продолжает поддерживать теплые отношения и во всем им помогает. Как правило, любовь к детям заложена в Феликсе изначально, поэтому он будет счастлив воспитывать не одного ребенка, а двоих или даже троих. Появление в доме малыша делает его еще счастливее, и Феликс готов усердно трудиться и работать ради благосостояния семьи, чтобы его детки и любимая супруга были всем обеспечены. Он старается сделать так, чтобы его дети жили в большом и красивом доме, а не в тесной квартирке. Даже безумно сильная любовь Феликса к детям не мешает ему проявлять достаточную строгость в их воспитании. Он прекрасно понимает, что если детей разбаловать, позволить им сесть на голову, то ничего хорошего из этого не получится. У них не только испортится характер, но еще они вырастут неприспособленными к самостоятельной жизни. Он воспитывает в них не только самостоятельность, но и твердость характера, целеустремленность, любовь к учебе и спорту. Также для Феликса очень важно научить своих чад взаимопомощи и уважению друг к другу. Совместимость Александра, Лолита, Любовь, Сара, Просковья, Валентина и Белла. С девушками, имеющими такие имена, у имени Феликс самая лучшая совместимость по всем параметрам. В паре с одной из таких женщин будет и взаимопонимание, и личное счастье, и верность, и брак. С такими, как Ада, Бронислава, Стелла, Эмма, Дора и Лариса, тоже могут быть налажены хорошие отношения, наполненные страстью, любовью и искренностью. Но вот такой параметр, как верность, здесь предугадать сложно. Чаще всего такие союзы оказываются недолговечными. А вот роман с Алисой, Светланой, Серафимой или Станиславой и вовсе, скорее всего, закончится ревностью, изменой и большим скандалом. Продолжение следует...